Ребята, всем привет! Сегодня я работаю в небольшом городке Сан-Софи, который находится неподалеку от города Сан-Жером. Это на север от города Монреаль, где-то 45-50 километров. Это небольшой городок, он мне очень нравится. Даже не городок, это деревня. Это прям деревня с частными домами, с большими территориями. И сегодня у меня здесь два визита. Я вам хочу показать эту деревушку. Сейчас камеру направлю в другое направление от себя. И заодно я хочу вам рассказать историю о том, как живут здесь военные. У меня за время, пока я работала, работаю на дому, у меня уже было два пациента военных. Поэтому, кому интересно, слушайте, оставайтесь. Кто не хочет любоваться видами прекрасного городка Сан-Софи, одевайте наушники. Кому интересно, смотрите дальше. Начну сначала. Это был молодой человек, ну не человек, мужчина. Мужчина где-то, наверное, в районе 55. Это был бывший военный. Я его посещала по случаю протеза коленного сустава. И у меня была возможность приехать домой, посмотреть, как здесь живут бывшие военные. В общем, это был такой, знаете, дом. Ну вот, как мы едем, вы примерно видите, что из тебя представляет такая деревушка. Это также вот такой дом, если вот так заехать, это главная дорога, так заехать немножко в сторону, то там будет вообще лес и там дома в лесах. То есть это был такой домик в лесу. И что мне понравилось, даже удивило, это вот был один, наверное, может быть, даже единственный дом, в котором я была. Очень дом большой, красивый, знаете, такой похож на замок. То есть здесь есть хорошие дома, но вот в таком доме я была только один раз. У этого вот бывшего военного. Ему было, ну, может быть, и сейчас ему, конечно, там уже, может, 56. В прошлом году ему было 55, довольно молодой. Он работал по найму. Ну, потому что в Канаде, если вы не знали, я вам скажу, если знали, напомню, что в Канаде армия наемная. Здесь военные работают за деньги. И поэтому, если вы хотите стать военным, вы можете им стать. Вам будут платить очень хорошие деньги, и вы будете работать. Это как работа. Работа военной. Вот. И, правда говоря, что этот мужчина, он был такой хорошо, как это сказать, потрепанный, поиспользованный в том плане, что в свои 55 лет он уже сделал вот этот протез коленного сустава. Вообще, это считается очень рано. Средний возраст для протеза коленного сустава – это 67-75, где-то так. Очень редко встречаются пациенты раньше. Но вот этого мужчине, он был молодой, ему уже поставили один протез в коленном суставе. Он стоял уже на очереди на другой протез коленного сустава, и он также хотел заменить бедренные суставы. То есть у него в планах стояло, ну, как бы одну операцию он уже сделал, и еще три операции он должен был сделать. Он говорил, что он работал в, ну, что-то связанное с воздушными силами, потому что, почему у него настолько были использованы суставы, потому что он прыгал с парашютом долгое время, и из-за того, что вот он прыгал с парашютом и приземлялся на ноги, как бы вот эта амортизирующая сила распределялась по всему телу, и суставы пришли в негодность очень быстро. То есть у него были сильные боли в коленах, сильные боли в бедрах, и поэтому, поэтому у него не было никакого выхода, чтобы начать делать эти операции. Но это такая небольшая предыстория об этом человеке. Просто я хочу рассказать о том, так же, как они живут, здесь эти бывшие военные. То есть в свои там 55 лет он был уже на пенсии, он жил в шикарнейшем доме, как я уже сказала, дом, вот, наверное, один из немногих домов, такой вот похожий на дворец, в котором я была. Вот на ум мне приходит еще один другой, второй дом. То есть таких домов здесь я не очень много видела, таких прям классных, кладных. Я помню, что я прихожу в этот дом, а у них, знаете, такая классная веранда с такими... Ты заходишь в дом, он жил со своей женой там, заходишь к ним в дом, и у них сразу попадаешь в такой холл. И со всех сторон такие окна большие, вот я обожаю такие окна, которые в пол уходят, такие большие. И это как раз была зима, и такая красота, знаете, попадаешь в этот холл, залитый вот этим солнечным, зимним солнцем, вокруг вот этот лес в снегу, очень-очень супер красиво. Потом у них шла такая большая лестница на второй этаж, и я помню даже такой небольшой момент был. Мы поднялись на второй этаж, но нужно было посмотреть его колено, и мне что-то понадобилось. Я говорю, у вас там есть ли это? Он говорит, да, спросите у моей жены. Я помню, вышла, значит, на эту лестницу наверху, и такая кричу, кричу его супруге, типа, мадам, у вас есть там, я не помню, что, салфетка или там, полотенце? И она мне такая кричит, знаете, как в лесу, да, я вам сейчас принесу. Я, конечно, не сдержалась и говорю, у вас такой дом, что можно просто как в лесу кричать. Она тогда рассмеялась, так прикольно получилось, и она говорит, да, знаете, такой дом с эхом, то есть ты кричишь, и раздается эхо. Дом, конечно, был шикарнейший. Вот, и я этого мужчину посетила, по-моему, два или три раза. У него была очень хорошая частная страховка на пенсии, и он сказал, что он дальше продолжит в частной физиотерапии, что он и сделал. Вот, поэтому из оборудования, из нашего, он тоже ничего не взял, потому что мы отдаем оборудование как бы на несколько месяцев бесплатно. Ну, когда я пришла, он уже все купил, он говорит, что ему страховка все покрыла, всю стоимость, поэтому он просто купил, вместо того, чтобы взять временно попользоваться. Видите, как человек просто купил, потому что все это покрывалось. Вот, это был такой вот у меня первый случай бывшего военного, которого я посетила, с шикарнейшим домом, я думаю, с очень хорошей пенсией, с замечательнейшей страховкой, которая, видимо, покрывает все. Это вот был первый случай, который мне вспомнился сегодня, когда я посещала Сан-Софи. И второй случай, второй случай, это тоже был военный, но это был ветеран. То есть это был бывший, это был ветеран, который воевал в годы Великой Отечественной войны. Ему тогда там было, я не знаю, лет 20, по-моему, ну, совсем молодой он был. В прошлом году тоже я его посещала. И просто хочу также сказать о том, как здесь живут ветераны. Так вот, у этого старичка, кстати, он был в очень хорошей физической форме, он катался на лыжах, там, что-то до 80 лет. И у этого старичка, ну, дом у него был на берегу озера, не скажу, что прямо дворец, но очень хороший тоже дом, неплохой такой, деревянный, красивый, с террасой, с выходом на озеро. Через озеро виднелась гора, вот это наша Сан-Савиор-гора, на которой на лыжах катаются. Вечером он говорит, что включалась подсветка и очень красиво, но вечером я не видела, но я подозреваю, что, конечно, очень красиво. Вот, и да, что у этого ветерана было? Он рассказывал, что все, ну, вот этот аудиоаппарат, который для слуха, он покрывался у него, то есть покрыла его страховка, если какие-то нужды у него были, он говорит, что он мог обратиться в ветеранскую организацию, и ему все это покрывалось тоже. Но что мне еще, знаете, понравилось, что он мне рассказывал, это... А, я говорю, кто вам чистит снег? Потому что у него такой дом на озере находится, и там вокруг как бы вот снегом все заваливает. Я думаю, боже мой, как он чистит все это, как он нанимает кого-то, а он мне говорит, что вы знаете, что мне чистит снег ветеранская организация, что если мне что-то говорить нужно, я им могу просто позвонить, и они мне это организуют. Мне прям так было радостно за него, что вот он, что он такой вот старенький, но тем не менее у него, если вдруг ему нужна будет какая-то помощь, эта помощь будет ему оказана, что, в общем-то, и правильно, потому что он в свое время какое-то... Какие-то годы свои он посвятил, посвятил военной службе. Вот, друзья мои, такие две истории про военных, может быть, опять же, немного сумбурные, но вот как получилось, так и рассказала. Я желаю вам хорошего, прекрасного настроения, и оставайтесь в хорошем настроении. Желаю вам солнечного дня и до следующих видео. Всем пока!